Всем привет! Есть у меня вот такой вот УПС. Это источник бесперебойного питания и у него есть одна проблема. Очень многие годы он мне служит верой и правдой, но у него есть вот такая особенность. Этот УПС для подключения внешних устройств может использовать только три коннектора. Этот коннектор у нас используется исключительно для стабилизации напряжения, он не участвует в подключении к батарейке. Эти три коннектора используются для подключения к аккумулятору встроенному, то есть они как раз и позволяют вам использовать функцию бесперебойного питания. Мало того, что их всего три, так еще и они имеют вот такую вот особенность, то есть это нестандартные коннекторы. В комплекте идет всего лишь один кабель и этот кабель как бы позволяет подключить к данному УПСу только системный блок, то есть блок питания, который идет в компьютере, потому что на конце у него, здесь сейчас вы видите, ну просто голые провода, а вообще на конце у него вилка как раз таки для питания, блоков питания компьютера. Сейчас буду переделывать эту всю историю. Во-первых, мне нужно четыре розетки для подключения моих потребителей. Во-вторых, мне нужно, чтобы все эти четыре розетки были европейскими, чтобы я мог сюда воткнуть зарядки для телефонов, для освещения и, может быть, какую-то аудиоаппаратуру, которая мне нужна. Есть УПСы, у которых есть евровыход на евророзетки, но у меня такой УПС задействован в других задачах, а этот хочется переделать, потому что я здесь буквально недавно заменил батарейку, он работает прекрасно, никаких вопросов, поэтому давайте приступим к переделке. Здесь все очень просто, нужно купить вот такую вот площадку, площадку, колодка ее еще называют, площадку на несколько розеток. Единственный нюанс это то, что, возможно, если вам нужно заземление, вы купите площадочку такую с заземлением, мне оно не нужно, поэтому я сюда буду втыкать потребителей, которые вообще не имеют заземления. Это зарядки для смартфонов, планшетов, ноутбуков и так далее. И также все эти площадки, они бывают разной мощности. Здесь вы видите, что максимально здесь используется мощность 2200 Вт, то есть 10 А площадка, есть 16 А, там 3000 с чем-то Вт, но не суть. Вам не нужно покупать на 16 А, просто потому что таких мощностей здесь никогда не будет. Это слабенькое устройство, оно никогда не даст таких мощностей. Покупайте самую дешевую, просто выбирайте с заземлением, либо без, в зависимости от того, какие приборы вы туда будете всовывать. Так как у меня такой колодки нет, и бежать в магазин неохота, ехать в другой район города неохота, я решил разобрать то, что у меня есть. Это самодельный удлинитель, который я когда-то делал, как раз-таки покупал колодку, кабель и вилку отдельно, потому что так выходило дешевле, процентов на 20. И, собственно, сейчас мы его будем разбирать и делать из него то, что нам нужно. Также хотел бы отметить, что есть в магазине и продаются вот такие вот адаптеры сразу с евроколодкой. Сразу идет там на 4, на 3, на 5, на 6 портов. Но они, во-первых, стоят недешево, во-вторых, за ними нужно идти, ехать, а я, в общем-то, буду делать из того, что у меня есть из подручных средств. Если у вас есть удлинитель, который вам не нужен, которым вы не пользуетесь, то вы можете просто обрезать там либо провод, либо разобрать его, если он не паяный, и, собственно, подключиться вот так вот напрямую к этому удлинителю, опять же, для того, чтобы сэкономить время и средства. Подключаем питание через вот эти вот отверстия. Один провод сюда, второй сюда тыкаются и зажимаются они, соответственно, вот этим и вот этим винтиками. Также хотел бы отметить банальные вещи, но не стоит пренебрегать безопасностью и обязательно кабель, который вы сюда проденете, в данном случае это вот этот наш кабель, нужно будет зажать вот этой пластиковой колодкой. Всякое бывает. Дети, животные, вы можете по невнимательности где-то дернуть, где-то он может зацепиться и вы можете дернуть. И вот эта вся история может выдернуться. Кабели, провода могут немножко вытащиться и, собственно, где-то коротнуть. Хотя современные нормальные площадки, вот такие на 4, на 5 и больше, они, в принципе, уже защищены, там нет чистых голых вот таких вот площадок металлических. Они, в принципе, имеют вот такой вот пластиковый кожух такой. Но лучше все-таки перестраховаться для того, чтобы вам потом не пришлось разбирать его и заново соединять те провода, которые у вас вытащились из клемм крепления. Ну что ж, подключение завершено. Сюда мы подключаем два контакта, как я и говорил, зажимаем их настолько сильно, чтобы они не высовывались при вот таком сильном воздействии. И дополнительно зажимаем эти два саморезика. Теперь площадку вставляем в посадочное место и укладываем кабель таким образом, чтобы он не болтался, не мешал креплению. И этот кабель заземления тоже аккуратно вот так упаковываем в сторону, чтобы он не мешался. Все четко. Еще раз проверяем всю конструкцию, чтобы здесь все было жестко и надежно. Надежность и безопасность – это то, чего самое главное мы добиваемся, конечно же. При сборке важно учитывать одну особенность. Для того, чтобы вот эта площадка ровно сошлась, без каких-то перекосов, нужно будет обязательно уложить правильно кабель. В данном случае я его повел поверху, и это не совсем верное было решение. Лучше его вести вот так вот вниз, вбок и спрятать вот в такие проемчики небольшие, как вот здесь образуются небольшие проемы. Вот сюда его можно спрятать. Собственно, если вести поверху, то вот это все, оно будет давить на кабель, и посмотрите, он будет иметь вот такие вот перегибы небольшие. Вот здесь есть перегибчик, вот здесь есть перегибчик. То есть эти все перегибы, особенно если вы затянете хорошо площадку, они как бы, не скажу, что, наверное, повредят кабель, но лучше все-таки, чтобы не было под такой нагрузкой вот этих всех креплений, потому что они могут выломаться. И как только вы все сделали верно, у вас будет соединение, ну, просто идеальное. То есть вот здесь слегка просто нужно будет подзажать, и все. Никаких зазоров, никаких щелей у вас больших не будет. Это все без особых усилий будет зажиматься и держаться. Ну что ж, в идеале все будет выглядеть именно вот так. То есть площадочка будет подсоединена вот к такому штекеру. Как я говорил, такое можно купить, в принципе, в магазине. Я уверен, что в больших крупных городах, в России, везде можно купить такую штуку. В Украине я живу в очень маленьком таком месте, уютненьком. Поэтому здесь такие вещи нужно заказывать. Они могут находиться в соседнем городе. В любом случае это все время и так далее. Поэтому я почему пошел на это все? Чтобы сэкономить время, не столько, может быть, даже те средства. Ну что ж, самое время проверить. Вот эта площадка, она имеет принцип подключения точно такой же, как и здесь. Подходят два провода и они идут на целую площадку. То есть на целых три вот таких порта. Естественно, нет смысла подключать в какой-то отдельный. Они все одинаковые, один в один. Единственное отличие, это то, что вот этот подключается просто через стабилизатор напрямую к вот этой вилке. Ну что ж, подключаем, например, в верхний, подключим светильничек. Вот я его здесь подготовил. Кстати, в этом светильнике находится лампа, которую я когда-то ремонтировал. И здесь на канале это видео набрало 10 миллионов просмотров. Вот эта лампочка, чтобы все вы увидели. Она до сих пор работает. Прошло уже, наверное, времени, наверное, уже год прошел. Вот, кстати, вот эти все силиконовые штуки, которые там внутри остались. То есть это реально именно та лампочка. Вот это все. Вся эта грязь, которую я снимал отсюда, вот она там так и осталась. И с помощью этого я и могу отличить эту лампочку от других гауссов, которые у меня есть дома. Так вот, эта лампочка до сих пор работает после того ремонта, который я произвел. Это, кстати, ответ многим на вопрос, который задается. Так, теперь мы включаем сюда и включаем наш УПС. Он должен сейчас протестировать батарейку. Тестирует батарейку, понимает, что нет питания и должен питаться от батарейки сейчас. Все, он питается от батарейки и, соответственно, об этом он будет сообщать и уведомлять. Подключаем нагрузку. Все, лампочка горит, все работает прекрасно. Собственно, чтобы вы понимали, это именно эта нагрузка. Вот я ее сюда включаю. В общем-то, я считаю, что свою задачу выполнила и эта площадка, и этот переходничок, который шел в комплекте, и я лично. Если видео было полезным и интересным, вам понравилось, не забудьте его поддержать. Спешите, как вы выходите из таких необычных ситуаций, когда ничего особо под рукой нет. Ну вот, делаешь из того, что есть, и не бегаешь в магазин лишний раз, не тратишь время, топливо, деньги. Всем пока. Продолжение следует...